Приветствую всех слушателей наших видео уроков. Мы записываем сегодня третий урок по компонентному паскалю в среде программирования Blackbox Component Builder. Начать бы я хотел урок с небольшого повторения, затем с разбора домашнего задания, чтобы дальше приступить к теме указателей и, зная эту тему указателей, мы с вами разберем, как можно управлять аргументами процедур. Это наш план. Мы попытаемся сделать сегодня урок покороче, чем прошлый, чтобы все было более плавное обучение и домашние задания. Они имели некую более плавную нарастающую сложность. Давайте мы начнем, пожалуй, с повторения небольшого. И даже я бы хотел начать не с модуля Матрикс, а для тех, может быть, кто присоединился к нам. Сразу с третьего урока начнем прямо с самого начала. Повторение Мать Учения. Значит, чтобы создать новый модуль в нашей подсистеме, мы договорились, что мы называем его определенным образом. Модуль My, то есть тот у нас будет называться Матрикс, а это будет называться повторение. Repeat. Повторяем материал. My Repeat. Новый модуль. Что мы с вами разобрали? Что в целом модуль имеет вот такую структуру. Потом он имеет некоторые секции. Первая секция – это секция импорта. Мы в прошлый раз с вами использовали для вывода в журнал модуль Log. Значит, это более универсальный вывод в журнал. Он работает как в случае графического интерфейса, так и в случае, если мы с вами разрабатываем консольное приложение. И вывод осуществляется не в рабочий журнал, а в консоль. В Windows это как-то командная строка. То есть если мы вот КМД открываем, то есть мы можем на BlackBoxе разрабатывать в том числе и консольные приложения. И вот Log он универсальный. У меня есть целый отдельный видеоурок. Я вот тут размещу ссылку, где разбираются разные виды вывода. А есть другой еще модуль, который специфический именно для этой среды. Называется он STD Log. У него немного отличающийся интерфейс тем, что у него добавлена процедура для очистки, во-первых, рабочего журнала, потому что мы с вами в предыдущих видеоуроках как делали. Инфо очистит журнал. А в этом модуле есть отдельная процедура для очистки. А также он отличается тем, что процедура INT принимает в качестве аргумента не только целые числа, но и длинные целые. Иногда это может быть полезно. После секции импорта мы с вами можем объявить свой тип. Свои типы данных. Их можно много объявлять. Мы пишем ключевое слово type. Если на прошлом уроке мы с вами объявили тип массив 8х8, то сегодня мы будем учиться объявлять массивы различного переменного размера, либо типы данных, которые состоят из множества разных элементарных типов и массивов вместе взятых. Давайте создадим пока простой тип, назовем его вектор. Вектор у нас будет, например, array2ofreal. Если там у нас был массив из целых чисел. Массив может быть из любых типов элементарных данных, не только из целых. Вот это real, это у нас действительные числа. Число с плавающей точкой еще называется. После того, как у нас идет секция объявления собственных типов, для наших переменных, мы имеем секцию глобальных переменных. В этой секции мы можем объявить свои идентификаторы и их тип, те данные, которые мы можем в них записывать. Например, у нас есть два вектора. Вектор а и b. Они имеют тип вектор. Потом тут же мы можем объявить другие типы. Например, k. Это у нас целое число. Потом, например, state. Какое-то состояние программы. Это может иметь тип boolean. Объявление переменных, так же как и объявление типов, разделяется точкой запятой. Можно каждый тип объявлять со своей строки. Для экономии места, чтобы у нас программа входила. Тем более, я сделал крупный шрифт, чтобы всем было хорошо видно. А чтобы программа входила, вы можете вольны компактизировать модуль, как вам удобнее. То есть мы можем все вот так слепить. В принципе, это не будет являться ошибкой. Немножко сложнее воспринимать, но зато оно влазит все на экран. И можно воспринимать все одним взглядом. Вообще считается хороший тон, когда ваша процедура, она влазит на экран. То есть вы можете всю ее разом обозреть. И не надо туда-сюда скроллером крутить. Если у вас получилась такая огромная процедура, что она не влазит на экран, лучше ее разбить на несколько. Вынести какие-то куски из одной процедуры в другую и вызвать. Как мы с вами видите, мы же разбили программу на короткие кусочки. Один заполняет матрицу в прошлом уроке, другой ее печатает. И каждая процедура у нас оказалась обозрима взглядом. То есть она входит на экран без скроллинга этого документа. Так программу проще анализировать. После того, как мы импортировали модули, объявили свои типы, свои переменные, у нас идет... Да, я еще забыл про блок констант. Константы это имеется в виду. Мы можем тут какие-то вещи предопределенные. Например, число p. 3, 14. И идет секция процедур. Процедуры у нас бывают, как мы уже знаем, у нас бывают процедуры без аргументов. Бывают процедуры с аргументами. И сегодня мы еще узнаем про новый тип процедур, которые возвращают еще какое-то число, могут вернуть. Не только число, могут вернуть указатель. Но мы еще разберем, что такое указатель. То есть, бывают процедуры трех типов. То есть, бывают просто процедуры. Процедура do, как самая первая была. У нас hello world. Она просто что-то делает, ничего не принимает, ничего не возвращает. Например, как у нас была процедура, которая просто печатает в журнал что-то. Привет, мир. Была процедура. Привет, мир. А может процедура принимать какой-то аргумент. Давайте сейчас... And do тут тоже должно быть. Мало того, std-log. У нас теперь они лог. Я хочу здесь показать тоже std-log. Clear. То есть, у нас есть еще в нем одна полезная процедура, которая очищает рабочий журнал перед тем, как вывести. Ну и тут вот std-log. LN. Перевод на новую строку. Откомпилируем. Вставим командор. Все это теперь вам объяснять не нужно. Вы все это знаете, да, что я делаю. Вот. И сохраним наш модуль перед запуском. Почему надо сохранять модули перед запуском? А вдруг вы написали бесконечный цикл, и ваша программа зависнет, и весь ваш труд, который вы печатали, он весь пропадет, если вы не сохранили модуль. То есть, подсистема My модуль называется Repeat. Повторение материала. Нажимаем. Привет, мир. Видите, я нажимаю, а тут не увеличивается число привет миров, потому что каждый раз происходит удаление предыдущего материала. Таким образом, у нас только один раз появляется здесь эта штука. Важно, что я вам еще не сказал, это то, что мы можем кусочек кода закомментировать. Во-первых, мы можем дать комментарий к процедуре, что она делает. Комментарий пишется следующим образом. Открывающая скобка, звездочка, затем наш текст, который либо можно использовать его как русский или английский комментарий, на любом языке, кто чем владеет. Комментарии к нашему коду, чтобы не забыть, что он делает. Мы тут напишем, что это процедура без аргументов. Без аргументов. Процедура без аргументов. Чтобы легче было это воспринимать, что это именно комментарий, когда глазами пробегаешь программу, обычно он выделяется курсивом. Но это совершенно не обязательно, как вам удобнее. Второй вариант использования комментарий, это временно заизолировать часть кода, чтобы он не выполнялся. Но мы знаем, а вдруг мы потом захотим опять очищать, например, журнал перед выводом. И тогда мы просто удалим вот этот комментарий, и у нас опять появится этот кусок программы. Сейчас я откомпилировал Ctrl-K, запускаю, и теперь у нас журнал не очищается. Я закомментировал кусочек. Это полезно для разных экспериментов бывает. Дальше следующий тип процедур. Мы вчера его, ну не вчера, на прошлом уроке его применяли. Это процедуры с аргументами. Когда у нас есть... Ну, сделаем листы, чтобы у нас вывелись числа от 1 до 10 по порядку. Значит, лист мы говорим, вернее, не до 10, а до некого числа. Вот сколько, до какого числа у нас будет определять аргумент. Вот это. Значит, процедура с аргументом. Напишем здесь комментарий. Ой, сейчас, секунду. Язык переключаю. У меня иногда меню открывается. Процедура с аргументом. Вот это у нас будет пример процедуры с аргументом. Так, немножко пошире сделать. Так, если у вас вот такая возникает ситуация, что документ не входит, код не входит в документ, то вы можете документ сделать по ширине окна. Заходите в инструменты, размер документа, в ширину окна. И у вас тогда код начинает автоматически подстраиваться. Видите, под ширину окошка. И это позволяет делать очень длинные строки. Ну, иногда это как бы улучшает читаемость программы, если у вас комментарий непосредственно в той строке, где у вас команда. Вот. Ну, у меня просто проблема, что шлик большой, поэтому не влазит по ширине. Вот. Что мы здесь повторим? То есть мы с вами разобрали циклы, да? То есть мы вчера разобрали, в прошлом уроке разобрали, что у нас можно объявить вот так вот, что и от нуля. до вот этого числа, например, да? То есть мы в качестве аргумента передали максимальное число для цикла. И мы хотим вывести вот эти числа от нуля до num. Да? Напишем. std log int i. То есть пусть он нам выведет список чисел от нуля до num. Так, тут у нас... Вот. Как я вам говорил, можно копировать с помощью... Скопировать свойства текста с помощью удержания alt. Вот я удерживаю alt и копирую. Раз. Видите, вот здесь вот стал он у меня некурсивом текст. Вот. Теперь я объявляю, что i у меня это тоже целое число. То есть я его теперь использую в цикле в качестве итератора, да? Вот. И итератор легко запомнить. Так. И я хочу, чтобы у меня вот так вот выводились числа. Но только я хочу, чтобы каждое число было с новой строки. Поэтому я сделаю log ln. Вот так. Точку запятой можно ставить, можно не ставить, потому что точка запятой же у нас для разделения слов вот таких команд. А раз у нас тут стоит end, то уже разделять не надо. Поэтому точку запятой в конце можно не ставить. Ну и надо написать end list. Но эта процедура закончилась. Давайте вызовем этот лист и посмотрим, что у нас. Ну, повторим, да? Передадим, например, число 13. Оп. Откомпилировал Ctrl-K. Можно выгрузить модуль. Нажимаем. Лист не найдено, потому что мы ее звездочкой, да не пометили. Помечаем звездочкой. Тогда она окажется в интерфейсе. Дело в том, что вот сейчас без звездочки у нас только do видно, да, в модуле. Если мы откомпилируем заново со звездочкой, то лист появляется в символенном файле. Это значит, что он появился в интерфейсе модуля. И мы теперь можем его вызывать. Давайте вызовем. Вот у нас выявились числа. Вот так. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 13. Давайте теперь 7 поставим, да, сюда. Вот они вывели с от 0 до 7. Окей. Это мы повторили. Мы с вами разобрали в прошлый раз цикл с постоянным шагом. А также есть... Ну, мы... Ну, здесь шаг единичка, да? Но если нам надо шаг, например, другой, то мы можем вот так сказать. Byte 3, да? И он будет у нас шагать... Вот смотрите теперь. Так. Видите, с шагом 3. 0, 3, 6. Вот. Можно, соответственно... Давайте поставим какое-то число побольше. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Иногда это может быть полезным, когда нужен шаг, не единичка, а, например, можно обратный, да, сделать шаг. То есть мы хотим, например, от 99 и вот до этого числа сделать. Ну, вот. Давайте проверим. Вот. У нас, видите, как... Ой. Отсчиталось от 99 и минус 3 отнималось, 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 пока не дошло до нашего числа 15. Вот. В чем может быть проблема, да? То есть если... Вот в такой ситуации. Если человек передал число, которое и так получается больше 99, да, что в этом случае произойдет? Давайте проверим. Если мы передадим огромное число, ну, например, не тысяча, но 200, да, вот. То что будет? Ведь невозможно, шагая по минус 1 от 99 до 200. Видимо, ничего. Ну, да, потому что он проверяет, что... Оно же, говорит, уже у тебя... А... Уже больше 90... А что там, короче? От 99 до 200, короче, нельзя дойти. Да, он делает проверку, ту num, да, то есть проверяет, что 99, и так 200, и так больше 99. Поэтому, в общем, шаг такой делать не надо. И ничего не происходит. Так, и теперь переходим к третьему типу процедур, которые называются, по сути, функции они называются. Несмотря на то, что тут все равно написана процедура, получается, что она может что-то вернуть вот нам. Значит, делается это так. Процедура с аргументом, ну, скажем так, это уже не процедура называется, а функция. Функция. Функция что-то нам может вернуть, какое-то число. Давайте напишем функцию, которая вычисляет факториал числа. Вы знаете же, что такое факториал? То есть число умножается, факт, напишем факт. Число умножается от нуля до вот этого числа num. Идет 1, помножить на 2, помножить на 3, помножить на 4, и пока num не достигнет. То есть нам тоже понадобится цикл. и от единицы до num. То есть у нас будет некий результат, назовем его рез. И мы можем вот так сказать, что вначале рез у нас был равен единице. Потом от 2, получается, рез равен рез, помножить на i. И что у нас произойдет? У нас единица помножится на двойку, потом этот результат опять помножится на тройку. И так пока не дойдет от 2 до вот этого числа num. Вот. И чтобы вернуть теперь, эта же процедура у нас должна что-то вернуть, она является функцией, мы пишем ключевое слово return, и возвращаем вот этот результат. Такую функцию нам уже не удастся вызвать в виде просто после командера. То есть нам нужно теперь создать процедуру, которая будет вызывать эту функцию и выводить нам результат ее работы. Ну, назовем ее factprint, чтобы напечатал нам факториал. То есть она будет у нас... Она уже будет являться просто процедурой с аргументами. То есть в этом ее преимущество, да? Мы сможем ее вызвать. Вот. И она будет что делать? Она будет обращаться к процедуре факториал, передавать ей это число и печатать нам результат. То есть мы пишем std log int. Напечатать нам вот этот факториал. std log. Вот. И мы уже вызовем вот эту процедуру. И проверим, как она... Как это все работает. Так. Factprint. Что я забыл сделать? Я опять должен поставить вот здесь звездочку, чтобы мы могли вызвать ее процедуру. А вот эту вызывать нам не обязательно извне модуля. Поэтому тут звездочку ставить не надо. Мы же вызываем ее вот здесь, прямо внутри нашего модуля. Поэтому экспортировать ее нет нужды. Так. А тут что у нас? Пропущен to. Ну да, я вместо to написал do. t. Вот. Давайте запустим и проверим. То есть у нас теперь факториал числа 3, например, вычислим. Давайте в уме вначале перемножим, да? Смотрите. 1 помножить на 2, помножить на 3. Давайте кто-нибудь скажите мне, я заодно связь проверим, сколько будет. В общем, не, давайте посложнее. 4. Чего тут не написать-то? 24. Так. 6. 6 и 4. 6 и 4. 24. Правильно. Так. Вот. Давайте теперь проверим, что у нас посчитает наша функция факториала. Откомпилировал, откомпилировал, сохранил. 24, да, считает. Вот правильно. Так. 5. Это уже 120. Потому что будет, получается, 24 помножить на 5, да? 6. Это уже 720. Потому что будет 120 помножить на 720. Вот. Данная, это получается, процедура, она является функцией. Она что-то принимает, что-то возвращает. Такой тип имеют все математические почти процедуры. То есть давайте вот посмотрим, в модуле Math, математика. Есть, если посмотреть вот документацию, да, то почти все процедуры, они возвращают что-то, да? То есть, потому что логарифм, да, то есть принимает некое число, его возвращает результат. IntPower, это целочисленная, целочисленная, степень целочисленная, да? То есть тоже берет число, возводит его в степень n, возвращает результат. Синус, принимает аргумент, возвращает значение синуса. Tangens, arctangens, все вот эти тригонометрические функции, они описываются вот таким образом, да? Что двоеточие, real и так далее. Вот. Мы разобрали с вами теперь, повторили, да, материал, то есть мы посмотрели, во-первых, опять на структуру модуля, разобрали новый тип процедур, вот, а теперь нам предстоит вернуться к к матрицам, но сейчас только мы уже подойдем несколько по-другому, да? Дело в том, что мы здесь работали с вами, давайте сейчас, во-первых, вспомним, да, что-то у нас было. У нас было, было тип матрицы, двумерный массив, это первое измерение, второе измерение, да, в матрице. Значит, и мы матрицу заполняли числами сначала, вот, и потом печатали, да, еще, ну, давайте мы пока что вот это сделаем, проверим, да, вот так вот, что у нас было вчера. То есть мы заполняем матрицу и ее печатаем. Если мы хотим вручную изменить, то это диагональная матрица, да, у нее по диагонали единички идут. Если мы хотим как-то ее модифицировать, то мы непосредственно обращаемся к тому элементу, который хотим изменить, к какой-нибудь ячейку, да, строка 2, элемент 4, строка 2, столбец 4, запишем туда тройку, откомпилируем, сохраним, перезагрузим. Вот у нас появилось, ну, только, только надо было, соответственно, так как нумерация-то с нулевой строки идет, то у нас получилась строка 3, столбец 5, да, то есть реально, если бы мы хотели сделать строку вторую, надо было тут писать единичку, столбец 3, надо было, ой, четвертая, написать тройку. Вот, то есть все надо с нуля помнить, что идет начало. Вот у нас вот эта троечка сюда записалась. Теперь было, было в домашнем задании сложить две матрицы. Вот, давайте мы сложим две матрицы. Возьмем матрицу 1, матрицу 2. Значит, чтобы сложить матрицу, надо сложить все элементы, да, этой матрицы. Поэтому, вот у меня заготовка для сложения, сумм, да, то есть мы передаем в качестве аргумента переменную m1, m2, а результат запишем в переменную m3. Вот, что нам нужно сделать? Взять, пробежаться по всем строкам и столбцам, так же, как при выводе на печать, да, поэтому я возьму и скопирую сюда вывод на печать, только удалю вот этот вывод весь. Вот, и сложить, то есть мы берем матрицу m3 и в каждую линию столбец line call записываем результат суммы двух компонентов. m1 line call и m2 line call так, ну, естественно, нам нужно эти переменные локальные line call объявить, что это у нас тип целые числа интеджа. Вот, так, ну, естественно, он не знает ничего про матрицу m, потому что тут у нас была матрица m, а здесь у нас уже матрица m1 и m2. Вот, во-первых, сложить мы можем только те матрицы, у которых m1 и m2 совпадают, правильно? Вот, если у нас m1 и m2 не совпадают, то должно быть какое-то сообщение об ошибке, правильно? Это значит, что человек, который пользуется нашей процедурой суммирования, или это мы сами по забывчивости, чего-то где-то не учел. И поэтому даже для себя мы подстелим соломку и напишем так называемую проверку предусловий, потому что у нашей процедуры сумм есть важная особенность. Она работает правильно, только если размерности матрицы m1 и m2 совпадают. Вот, как это пишется предусловие? Мы пишем слово assert и пишем эту проверку. У нас важное условие, что len m1 должно быть равно len m2 по измерению 0 и так же по измерению 2. Ну так, как вы видите, здесь всегда начинается нумерация с нуля, то первое измерение это у нас нулевое измерение, второе измерение это у нас такое второе. И тут мы можем присвоить какой-то код этой ошибки. Дело в том, что при проверке всех предусловий обычно начинается с двадцатки. То есть 21, 22, вот так вот. Что у нас теперь будет? Если кто-то передаст матрицу, матрицы m1 будет иметь один размер, а матрица m2 другой размер, то произойдет аварийная остановка программы. Помните, такое окно системного прерывания откроется и там будет написан наш код. Если мы нажмем на синий квадратик, сюда это все перескочит. Сейчас мы с вами это попробуем сделать, наверное. Было бы интересно. Мы можем создать матрицу. Другой тип сделать, да? А вот не сможем мы, потому что здесь только вот такой тип принимает, да? Принимает суммирование. Поэтому на самом деле такая ошибка даже возникнуть не может. Но сейчас, когда мы перейдем к универсальным матрицам, то мы сможем протестировать вот эту вот проверку. Вот. И проверим, да? Теперь давайте, как у нас складываются матрицы сумм, m1, m2. Так, а вам слышно, как газонокосилка у меня тут за окном работает? Или нормально? Давайте-ка закрою окно на всякий случай. Надо более тихие условия для записи. Вот. Поехали дальше. Проверим и посмотрим, что у нас получается. Выведем теперь матрицу n3. Вот. У нас две единичные матрицы, когда складываются, вот получается по диагонали уже двойки, да? стоят. Потому что все элементы двух матриц сложились. Так, ну умножение делать мы сейчас не будем. Это как бы кто не сделал умножение в домашнем задании прошу доделать. Вот. Именно там нужно самим пошевелить извилинами, почитать в екипедии и доделать. А нам для примера хватит сегодня только сложения. Вот. Значит, а что за пример будет? Пример такой. Мы с вами сделали тип, который только 8 на 8. А мы хотим, чтобы у нас для любых матриц работала система. Ну, значит, чтобы это сделать, мы должны объявить вот здесь тип, который никак к размеру не привязан. Вот. Но, чтобы понять, что такое указатель, пожалуй, я должен начать с более простого примера. Затем мы опять вернемся к матрицам. Вот. Давайте мы сделаем такой вот новый примерчик, чтобы я объяснил здесь про указатель. Назвем его модуль MyPointer. Pointer. Импорт. Наш старый добрый журнал. Можно вот так сказать. Log. STD Log вот так вот написать. Тогда мы можем обращаться к более короткому имени, да, как я вам ранее уже говорил. Вот. И создадим глобальный значит новый тип нам понадобится. Так. И здесь мы хотим создать теперь указатель. Что такое указатель? Дело в том, что когда мы создаем переменную неуказательного типа, то есть которая является либо массивом из базовых типов, либо просто базовым типом, то у нас в оперативной памяти сразу же выделяется место под эту структуру. И мы потом можем эту структуру даже посмотреть, где она там находится в оперативной памяти. Кстати, вот есть тут такая такая штука, как называется разведчик памяти. Мы можем показать, где у нас вот эта вот у нас картина оперативной памяти. Мы можем нажать вот сюда на квадратик и прямо посмотреть, что в нем лежит. Вот. Вот сюда нажмем, что тут у нас лежит. Массив из 22 букв. Посмотреть можно этот массив, что там записано в нем. А вот здесь у нас массив из 23 букв. А здесь у нас массив из 15 тысяч букв. То есть это у нас уже структуры, которые в оперативной памяти лежат. И каждый раз, когда мы загружаем выполнение этой программы, наши матрицы сразу же в оперативной памяти создаются. Если же мы объявляем тип указатель, назовем это некий вектор, и мы скажем, что это указатель только pointer to array, например, tree of real, у нас создастся... Так, сейчас я... У нас в оперативной памяти ничего под этот вектор не будет выделено. Вот мы создадим вектор v, типа вектор. Так, мой pointer, тут точка должна стоять. Вот. Сохраним его тоже. Например. То в оперативной памяти ничего не создастся. И мы должны будем вручную, в момент, когда нам этот вектор понадобится, мы его создадим. Давайте разберем этот пример. Procedure. Start. Звездочка. Begin. Значит, если мы сейчас захотим... Это же у нас массив из трех чисел, да? Мы можем задать, что v0, это у нас, например, число π, да? Потом v1. Это у нас там 4. Ну, это я просто беру от балды сейчас, чтобы чем-то заполнить его. Ну, а v равно 1. И потом захотим что-то с этим еще сделать. Ну, не знаю. Давайте log напишем небольшой цикл, который выводит нам содержимое этого вектора foe 0 до 3, до 2, потому что у нас длина 3. Значит, 0, 1, 2. Только числа может быть, да? do вывести на печать, да? Мы хотим каждый элемент log real b it Вот. Значит, и в конце, после того, как все три числа выведены, у нас перенос на новую строку. Здесь мы хотим заполнить этот вектор числами, а потом напечатать эти числа в журнале. Вот. И только, видите, ошибка, говорит. И идентификатор не определен. Давайте мы создадим и объявим, что это у нас целый численный тип integer. Вот. Давайте теперь вызовем его. Создадим commander. Start. Так. Вот. И когда я нажимаю, он ругается. Говорит, разыменовывание nil при записи. Что бы это значило? Нажимаем вот этот синий квадратик. И он говорит, Я О, какую сложную мы ошибку-то. Разыменовывание nil при записи. Я-то думал он скажет. А, ну, все правильно. То есть, он говорит, вы тут пытаетесь что-то записать, а в... А там ничего нет, пусто. То есть, нил говорит. Я, говорит, не могу понять, куда писать, потому что в памяти оперативного еще ничего не выделено. Поэтому, чтобы мы тут корректно смогли что-то записать, такой объект надо вначале создать в оперативной памяти. Для этого используется команда new. И таким образом, по указателю, который будет создан вначале, в нем будет храниться адрес нашего вектора. и мы сможем в него что-то записывать. Давайте я скомпилировал, выгрузил. О, так, что тут такое? Ого же, я какой-то самый нехороший пример сделал. Так. Значит, вот это вообще я, наверное, тут ради упрощения сделал такую штуку, которую никогда не делал. Потому что обычно вектора, они вот так просто объявляются. Pointer to rev real и неопределенного размера. Тогда мы должны вот здесь просто написать, что он у нас равен длине 3. Ну-ка проверим. Я просто, честно говоря, сам удивлен. А, ну да, вот так получается корректно работает. Я сам разберусь с этой ошибкой странной. Вот, что бы это значило и вам потом расскажу на следующем уроке. Вот, то есть мы с вами объявили просто указатель на массив из действительных чисел. А в момент создания указателя мы указали тот размер, который мы хотим, чтобы этот массив имел. То есть таким образом мы можем создать массив из 4 чисел, из 5 чисел и писать алгоритмы уже не только для матриц 8 на 8, да, а универсальные алгоритмы, которые работают с любым типом данных. Хоть с матрицами 8 на 8, хоть 10 на 10, хоть 100 на 100. Вот. Теперь как нам переделать наш модуль с матрицами, чтобы он также использовал указатели, да, то есть мы должны вот здесь заменить 8 на 8, мы должны заменить так, что у нас есть некий тип матрицы, который называется, и он у нас является матрицей любого размера. Pointer целых чисел. И здесь он говорит, я такого типа больше не знаю. Мы его убираем. Вот. Отлично. Ну, мы немножко переименовали. У нас же теперь не обязательно матрица 8 на 8 должна быть, правильно? Вот. Но теперь, как и здесь, да, вот в этом примере, где мы создавать вектора должны были, мы должны перед тем, как матрицу заполнять, ее вначале создать. Да, мы должны написать, что мы хотим новую матрицу M1 размера 8 на 8. вот так вот. А другая матрица M2, например, она у нас будет размером 6 на 6. Теперь посмотрим, что произойдет. Произойдет как раз ошибка, связанная с тем, что мы здесь передали так. Размеронел при чтении. секунду. Уберемся. Так. Здесь, когда мы работаем с указателями, то нужно уже пора объяснить про типы аргументов, которые мы передаем. Ведь раньше у нас была статическая структура, которая сразу в памяти выделялась. И в этом случае нам нужно было указывать, что это у нас в процедуре переменные данные, которые можно менять. Variable данные. теперь же, когда мы работаем с указателем на структуры, то указывать этот аргумент не надо, потому что и так работа идет по указателю. Я сейчас это поподробнее еще объясню. Сейчас я, конечно, просто удалю вот этот variable, чтобы проверить, получится или нет. Так, нет, все равно нет. Давайте разберемся. лан, эм, м, 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 так, матрица. А что ему не нравится? А, ну правильно, потому что мы матрицу 2 не создали и пытаемся ее заполнить. Вот это собственно ошибка. На самом деле var можно было не удалять. Давайте пока не будем удалять, потому что я еще не объяснил вам, чем это все отличается. Я просто немножко допустил опечатку и это меня сбило с толку. Оп. Теперь у нас наше сработало системное прерывание 21, которое мы установили вот здесь. Он же нам говорит, как так, у вас же размеры это матрицы разные, мы их не можем сложить. То есть мы создали матрицу 8 на 8 и матрицу 6 на 6 и пытаемся их друг с другом сложить. Сработало наше системное прерывание, защита от нас самих. Мы себе такую соломку подстелили и теперь можем вовремя поправить ошибку. Да, действительно глупость какая. Чего же мы пытаемся матрицы сложить, которые имеют разный размер. Вот подправляем вот здесь программу, либо это могли бы быть две матрицы 4 на 4. Давайте вот так сделаем. Вот. И вызовем. Так, чего тут у нас опять? А, матрицы M3 опять же у нас нет, поэтому мы вот здесь получается должны были ее создать. Да? Так, давайте ее создадим. А, только мы вот здесь ее создадим тоже. New M3 Да? Тоже она должна быть 4 на 4. Так, получается, вот здесь должно быть еще условие проверки на матрицу M3. Но это мы не будем уже проверять, потому что там немножко по-другому надо сделать. вот так и так вот у нас теперь получилось, что матрица 4 на 4. Уходит, что мы сделали некий универсальный алгоритм, да, вот этот суммирование. Он работает независимо от того, какого размера матрицы в него передаются. Потому что здесь у нас идет суммирование по всем элементам матрицы. Вот. Давайте я прервусь немного, чтобы вы переварили, задали какие-то вопросы. Все ли понятно вот с этими выделением памяти? То есть есть ли тут какой-то непонятный момент? Сейчас все понятно, но думаю, когда мы начнем работать с ними, возникнут вопросы, мы их уже зададим вам в лаборатории. Хорошо. Тогда поехали дальше. Вот смотрите. Мы научились с вами теперь говорить о том, что мы не хотим сразу статическую структуру, потому что мы еще не знаем, то ли нам понадобится матрица 8х8, то ли нам понадобится матрица 4х4. Мы создали динамическую матрицу, которую мы можем задавать любого размера. Это удобно, потому что наши алгоритмы, которые мы пишем, они уже применяются к самым разным объектам. И используется принцип повторного использования кода. То есть мы можем один раз написать суммирование и уже много раз его где использовать. А теперь рассмотрим вот эти самые хитрые разные типы аргументов. Дело в том, что в компонентном Pascal достаточно гибкое есть управление тем, каким образом мы можем передать аргумент в процедуру. Почему это важно? Дело в том, что когда мы передаем некоторые данные в процедуру, мы должны контролировать, хотим мы, чтобы процедура могла их поменять внутри себя или нет. Давайте разберем такой пример. Если мы хотим использовать сейчас я попробую какой-то максимально простой, просто с матрицами мы уже с вами немножко позанимались и хочется больше переходить к каким-то примерам по моделированию. Матрицы классные, чтобы понять, что такое многомерные массивы, но стоит признать, что высшая математика не всем легко на душу ложится. Поэтому будем переходить на более простые объекты математические. давайте перейдем опять к строкам. Помните, как на прошлом уроке мы с именами работали? И теперь на примере строк мы с вами разберем разные типы передачи аргументов процедуры. Создадим. Пожалуй, это я закрою. Пока я все это делаю, немножко и мозг отдохнет. Разобрали мы, что такое указатель. А теперь разберем, как этим пользоваться. Так. Есть у нас модуль назовем my args. мои аргументы. Мы будем так назовем мои аргументы. и так тоже опять же импортируем модуль журнала. В принципе, стадлок и не нужен. Можно всегда почистить через очистить журнал. Но вот вы смотрите по обстоятельствам, как вам удобнее. А теперь попробуем разные варианты передачи процедуры. 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 У нас будет одна процедура старт, которую мы будем все время запускать. А она уже будет вызывать нашу программку. Давайте мы на примере пожалуй ближе к биоинформатике уже будем рассматривать последовательности ДНК. У нас есть какие остатки нуклеиновых кислот? А, Т, Г, С. Вы знаете. Это у нас какая как называется? А, А, АДНИН, да? Помогайте, вы же биологи. Т, помните, что значит? ТИМИН, отлично. ТИМИН, Г, ГУАНИН, И, С, ЦИТОЗИН, вот. Чем у нас занимается львиная доля биоинформатиков? Они у нас занимаются анализом вот этих первичных последовательностей, да? Вот. И предположим, что у нас есть некая первичная последовательность и мы хотим с ней проводить некоторые манипуляции. самая частая манипуляция, замена аминокислотных триплетов на аминокислоты, да? Но это будет у нас впереди еще. Там мы будем разбирать, что такое хэширование и это нам пригодится. А сейчас что-нибудь более простое, да? Например, нам нужно просто вырезать кусочки из некоторой последовательности, да? Первичной. Вот. Создадим, во-первых, создадим переменные под эти дела. Так. Создадим вначале наш собственный тип под это дело. Type. назовем его DNA. Это у нас кусочки ДНК. Что они из себя представляют? Они представляют собой указатели. Мы же не знаем, какой они могут быть длинные, правильно? Они могут быть короткие, длинные, поэтому мы не можем сразу сказать, что это массив, например, из 14 букв, да? А главное, что мы еще знаем, что они у нас не могут иметь, у них ограниченные набор АТГЦ. Русских символов там быть не может правильно в ДНК. Ж, П, не может быть. Поэтому мы можем сделать short chart тип. Это позволит нам экономно хранить эти структуры, потому что для кодирования каждого остатка нуклеевой кислоты будет использован только один байт. И теперь мы создадим ДНК будет у нас А и ДНК Б, например. Мы захотим проверить одинаковые они у нас неодинаковые и у нас они будут иметь тип ДНК. Теперь у нас в процедуре старт вот эту штуку мы можем вот сюда в документацию перебросить, чтобы просто для человека стороннего, который открыл нашу программку, который с биологией не знаком, будет понятно, что у нас тут написано. Значит, вначале инициализируем. Например, у нас есть А, у нас АТ, ГЦ, ААГ, ТЦ, ГЦ, ЦЦЦ, ГЦ, ГЦТТ. Вот. Ну и наша задача построить, например, вначале построить комплементарную последовательность. То есть у нас есть последовательность А, а в Б мы должны будем построить ей комплементарную последовательность. Чтобы вот такую штуку создать, мы так, компилируем. Так, что тут у нас? Выражение должно быть константы. ShortChartPointer ToR Off. Мы забыли Off. Вот. А здесь у нас какая проблема? Несовместимое присваивание. Потому что у нас проверим вот так. А так ему дастся сейчас. Видимо, у нас есть кириллические символы здесь. Видимо, я первого может написал не так. Ой. Сейчас. Иван. Да. А можно вопрос? Давайте. Вот смотрите. Мы задаем массив массив букв. Получается, нам нужно парламент задавать эти букву. То есть первая какая-то букву или нет? Поэтому ругают? Я надеюсь, что нет. То есть дело в том, что вообще есть в BlackBox встроенный тип RaveChart. То есть мы можем задать массив букв просто строкой. Что касается массива вот таких букв, то я надеялся, что тоже так же все можно задать. То есть если мы заднем вот так просто RaveChart. А, подождите, все собственно понятно. То есть у нас мы должны вот так скопировать. То есть вот эта штука называется разыменовывание. Дело в том, что когда мы хотим именно записать так, я сейчас попытаюсь получше объяснить, чтобы прям все поняли. И вот тут вы меня мучите, пока не поймете сейчас вопросы. Смотрите, мы если мы просто объявляем массив целых чисел, то мы можем в него вот так вот записать данные. Но если мы указали указатель на массив целых чисел, то указатель это целое число, которое просто хранит адрес, где хранятся наши данные. вот и если мы вот здесь выведем например сейчас log int a он скажет естественно, что мы не можем вывести этот указатель. Но для того, чтобы вывести, я все равно сейчас напишу system и вам покажу чего он собственно system val integer так по-моему можно сделать а наоборот integer а вот ну-ка ну-ка да вот так попробуем это запустить дело в том, что он нам сейчас должен вывести число да сохранимся так args start так вот разы новое не они опять же почему потому что мы они создали да мы же должны были создать какую-то new а какой-то длины да мы хотим вот такую создать штуку поэтому мы должны были конечно посчитать почему она равна ну создадим примерно с запасом 64 длиной днк создадим и вот тогда видите предыдущий запуск у нас вывелся 0 вот а вот давайте для 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 наглядности как раз вот это я закомментирую вот я не создал ничего в памяти для начала сейчас я вам прям наглядно объясню так вот посмотрите когда у нас в памяти просто указатель на массив массив из коротких букв ну это скажем латинские буквы будем называть короткие буквы латинские на латинские буквы если мы ничего в памяти не выделили то вводится 0 0 это значит что мы еще не вызвали new и в оперативной памяти нет адреса по которому хранится наша структура данных но если мы уже вызвали new то у нас создался объект в оперативной памяти разместился длиной 64 байта и уже у него есть определенный вполне адрес если мы сейчас запустили разведчик памяти и тут можем куда-то где-то его найти на самом деле при желании но тут почему-то нету поиска кстати по адресу а было бы классно если бы мы могли прямо взять и его найти но есть такая хитрушка если мы вот здесь напишем halt то это проведет к аварийной остановке программы и нам покажут как наша структура размещена посмотрите вот так секунду ничего не показали мы должны были объявить а и б локально тогда бы нам их показали вот так вот давайте сделаем посмотрите оп а и б и теперь мы можем прям посмотреть что вот он адрес данных на букву а и это действительно массив из 64 целых чисел он сейчас заполнен нулями вот если же мы чего-то туда еще в это дело запишем и потом вызовем halt так вызываем то тут у нас будут лежать наши данные вот так вот если мы вот этот разыменовывание не указываем вот такую шапочку да это shift 6 я нажимаю то он думает что мы хотим записать новый адрес и пытается пытается заменить адрес но он видит что тут типы совсем не совпадают вот и ничего хорошего нам не дает несовместимое присваиваемое то есть мы пытаемся адрес записать в адрес записать вот эти штуки он говорит да вы что с дуба рухнули что ли а вот когда мы ему говорим нет ты по адресу их запиши то есть то он уже записывает это все в массив целых чисел вот это называется разименовывание указателя вот то есть мы ему уже говорим ты ты пиши не по адресу а уже туда где куда этот адрес указывает да потому что у нас есть два места в памяти по одному хранится адрес нового места где хранится уже наши данные вот не знаю вот это понятно суть или я все равно непонятно объяснил я буду биться пока не поймете потому что это ключевая суть указатель да вот и может ну не знаю может конечно надо самим поработать с этими указателями тогда понять уже вот ну давайте я вот тут сейчас продолжу да и если надо что-то еще прояснить вы прям спросите если если будет непонятно вот что я сделал я создал выделил в памяти место из 64 байт под мои манипуляции с последовательностями и туда записал вот эти данные только у нас это должно быть ааа ттт ггг ну некоторая в общем случайная последовательность и мы хотим теперь построить ей комплементарную последовательность так мы создадим мы же с вами зачем это все устроили не просто чтобы с указателями разобраться еще и с типами аргументов вот создадим новую процедуру которая будет назовем ее компл компл она будет у нас создавать комплементарность мы передаем ей а и в ответ хотим а и бы это у нас тут будет тоже дн а бигин энд вот что что делает эта процедура она смотрит по очереди буквы первой последовательности и во вторую записывает комплементарную последовательность для нее мы с вами уже на прошлом уроке разобрали вот эту конструкцию значит и цикл разобрали что у нас должен делать цикл пробежаться по всем буковкам из нашей вот этой первичной последовательности да создадим опять же букву ну то есть л л неудобно как палка да назовем нук да у нас же остатки наклину эти слот так нук интеджер интеджер вот для нукл нукл назовем ее сразу напрашивается нукл от нуля до длины нашей последовательности а при этом мы хотим чтобы длина определяется помните мы вот этот доллар ставили чтобы он автоматически определил где конец находится в этой цепочке если мы этот доллар не поставим то он пойдет по всей ее длине 64 вот поэтому нужно ставить обязательно вот этот вот знак доллара минус 1 был так вот сделаем и теперь мы в б должны так записать да то есть если а у нас это а то ифа then да ифа нукл номер нуклеотида равен а тогда б у нас какой остаток нуклеиновой кислоты комплементарен а аденину кто у нас тимин 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 так то мы записываем тогда в б будем записывать т правильно вот ой иначе else if если у нас будет т то в б мы запишем аденин аденин иначе если у нас цитозин то мы запишем гуанин и наконец если у нас давайте так сделаем супераварийную установку если у нас какая-то буква встретилась внезапно не из этого набора то у нас просто произойдет аварийная остановка программы HALT и мы сразу же узнаем что у нас какие-то ошибки в данных почему очень важно вот эти аварийные остановки дело в том что вы не должны работать с ошибками то есть любая ошибка недопустима то есть если вдруг у нас в первичной последовательности встречается какая-то буква которая там быть не должно то мы должны немедленно прекратить работу программы и вывести это место для отладки чтобы выяснить как так как это затесалось у нас ДНК-код какая-то левая буква вот теперь что ему не нравится пропущена точка запятой где пропущена вот здесь что ли и фанукла равно здесь наоборот можно дочку запятую удалить странно это все ну ладно ошибки нет если А то Т если Т то А если С то Г если Г то С вот но единственное мы должны создать новую как бы новый элемент в памяти новый Б он должен быть такой же по длине как А правильно вот причем мы можем его создать такой же как осмысленный кусок А вот потому что если ну остальное нам в принципе там всякий мусор в оперативной памяти нам нас не особо интересует вот и вернется нам Б да то есть теперь мы хотим вывести и ту и другую последовательность лог стринг выведем А и выведем Б интересно посмотреть как это все отработает так лог А опс лог Б ну только надо еще отступить отбить строку чтобы он на новую строку перешел так ну два раза можно даже чтобы один у нас работ так тут он говорит типы элементов этого массива и объявленного массива отличны вот для того чтобы он съел эту строку мы должны вот так поставить вот такой доллар вот опять же это нужно для того чтобы согласовать типы вообще проблема согласования типов она в программировании краеугольным камнем идет всегда вот просто чуть поопытнее программисты они к этому привыкают и как бы уже на автомате у них уже в голове заранее делается это согласование типов а вообще мы видим что у нас процедура лог принимает только array of char так вот чтобы привести array of shot char у нас же pointer to array of shot char к array of char здесь предусмотрен так же вот можно поставить доллар и он автоматически этот тип приведет так поехали разыминование нил опять ему не нравится что у нас б а ну правильно бета у нас еще не объявлено и комплементарность комплементарную последовательность мы еще ни разу не вызвали она же у нас вот здесь создается правильно б вот здесь должно создаться давайте мы мы вызовем правильно то есть вот здесь передадим ему а и б указатели на наши данные передаем вот опс опс давайте так опять что-то не так что такое случилось так б нил не создалось да вот и тут мы приходим к важной штуке дело в том что когда мы работаем вот с аргументом функция аргументом то процедура внутри она его как бы копирует и когда мы здесь что-то меняем с этими данными то это потом не передается в эту процедуру да то есть каждая процедура есть такая штука называется инкапсуляция инкапсулирование она старается чтобы все все что можно не повредить да то есть мы передали ей нил и несмотря на то что мы здесь что-то создали вот новый указатель в памяти она нам его назад не вернула сюда и ничего то у нас здесь не выводится вот поэтому чтобы показать что нет-нет не копируйте наши данные при передаче а мы мы хотим чтобы вы нам их назад вернули как бы в измененном виде увидеть их потом вот здесь значит мы ставим здесь такой вот ключ вар вар это значит variable что мы разрешаем менять данные и копирование данных не нужно делать вот потому что иначе создаются копии ну как бы наших указателей и эти данные не меняются вот после работы давайте я сейчас сделаю потому что слишком длинная строка давайте вот так попробуем да вот у нас так она отработала нормально мы видим что у нас есть теперь первая строка и ей комплементарная строка вывелась вот получилось так что пример получился конечно интересный но вы не поняли что значит копируют данные и не копируют данные и пример не очень хороший получился для объяснения того собственно какие типы у нас есть передачи аргументов вот но зато чуть больше мы поняли про разыменовывание да про то чтобы записать вот такую вот константную строку не обязательно присваивать вот как Галина спросила да обязательно ли нам вот так писать а 0 равно а да потом а 1 равно тоже а да нет не обязательно мы можем вот так вот взять и разом массив присвоить и записать в память вот сюда но для этого нам нужно использовать разыменовывание вот так поедем дальше теперь если мы представим такую ситуацию что мы хотим чтобы данные действительно не менялись внутри процедуры так я что-то чувствую что уже урок получается длинный да поэтому я получить поясню последнюю вещь да сегодня именно про передачу аргументов и на этом мы завершим вот давайте сделаем вот что то есть мы здесь сейчас реализовали ДНК через указатели а теперь давайте мы сделаем вот так РАИ-64 сделаем коротенькие кусочки но уже не через указатели а просто вот так вот тогда не нужно ничего разыменовывать вот здесь ничего создавать тоже нельзя я вам показываю что можно по разному да программку писать то есть вот указатели позволяли нам создать даже длинные да кусочки вот а здесь теперь мы фиксируем мы говорим что мы работаем с оптомерами например это короткие последовательности нуклеиновых кислот и они например мы знаем что в нашей базе данных они не превышают например 128 нуклеиновых остатков длиной вот и теперь если мы создаем например вот вот эту структуру и мы можем сделать так что собственно сама сам результат он записывается в в нее же записывается да то есть как мы это сделать можем мы можем сделать вот так мы можем сказать что мы передаем только а только саму вот эту последовательность туда и она же в нее же записывается результат да то есть мы делаем мы делаем его ключ вар ставим это значит что его он не копируется при поступлении в нашу процедуру а работается прямо там в оперативной памяти где эта штука лежит тогда мы здесь создаем б такого же типа рейс 128 ну в чат ну то есть тоже дни да у нас получается дни вот и записываем в него результат а потом в конце процедуры говорим а равно б вот то есть и получается что у нас процедура а затирается и в нее записывается последовательность б вот теперь давайте посмотрим как это будет работать вот и тут на этом примере более понятно как у нас смотрите у нас была в начале последовательность а давайте на более короткой а то мне не произнести а тгц а тгц стала тгцг поменялось да вот теперь если мы вот здесь вот вар уберем что у нас произойдет ничего не поменялось правильно как была а тгц так и осталась а тгц почему так произошло дело в том что если мы не указываем ключ вар то при передаче аргумента нашей строки сюда в эту процедуру комплиментарной последовательности компилятор генерирует такие машинные коды которые делают копию нашей последовательности и внутри уже работается на в другом месте в оперативной памяти чем то где мы выделили в начале да вот эту переменную и поэтому данные не меняются то есть мы как там в старом месте лежало тгц так оно и лежит ему по барабану что мы здесь их перезаписали потому что вот эта перезапись она уже происходит по новому месту а если мы ставим а если мы ставим здесь ключ вар то у нас данные меняются потому что мы говорим ему при этом что мы хотим чтобы все манипуляции с этой последовательностью происходили в том же месте в оперативной памяти где объявлена наша изначальная переменная вот ну надеюсь это понятно второй момент то что мы можем вот так сказать хорошо копируй но на выходе мы хотим еще получить out b то есть это у нас мы хотим out b тоже вот в этом случае четко определено что а нужно создать копию ее можно там как-то курочить тогда будет да то есть но потом результат мы хотим записать в отдельную переменную b вот при этом тогда не нужно здесь объявлять ничего потому что уже вот здесь объявленная переменная b и проверим что у нас получается да то есть у нас вот здесь было а здесь b текст вот он так же отрабатывает о чуть-чуть за плюсик так плюсик у нас потому что мы не стерли там в оперативной памяти всякий мусор лежит еще вот то есть по идее после того перед тем как вот здесь вот ладно сейчас разберем это подробнее вот у нас появился вот этот странный плюс почему он появился потому что у нас само по себе то есть не нужно надеяться что в оперативной памяти окажется везде нули да то есть мы должны были стереть всю последовательность скажем так ну давайте да это самый простой вариант я просто чтобы сейчас уже урок не усложнять вот то есть мы берем сначала b очищаем полностью записываем в него нули вот for i равно нулю to land b то есть вначале мы стираем все что в записываем нулями b и равно нулям нулям только b это у нас же буквы поэтому чтобы нулевую букву записать нужно x вот так в конце ставить вот тогда это значит что это у нас не 0 реально а это буква номер 0 как-то так вот как раз стираем теперь у нас не должно быть такой ерунды да видите у нас теперь все чистенько то есть вот такая была последовательность стала вот такая это это такой вариант когда при этом а мы можем вот здесь вот в конце видите а а как-то повредить прям внутри процедуры давайте специально возьмем и вот такую сделаем ерунду и скажем что а у нас например в нулевой позиции равно x вот так вот оп видите а тут x не появилось здесь по-прежнему а потому что в момент передачи аргумента у нас создалась копия нашей ДНК и что бы мы внутри процедуры с ней не делали это никак не отразится на результате мало того мы можем чтобы копия не создавалась потому что как вы понимаете любые накладные расходы при создании копии это все делает вашу программу медленной мы можем сказать что это у нас процедура эти данные мы передаем только на чтение IN а эти только ну как бы эти на выход идут если мы запишем здесь IN то компилятор запретит нам менять данные внутри здесь переменные или поле только для чтения и это значит что копию данных можно не делать компилятор экономит машинное время то есть у нас программа будет вообще летать быстрее гораздо работать но нам внутри запретят менять данные говорят копию мы создавать не будем но данные пожалуйста не меняйте это вот если мы IN поставим ну OUT мы разобрали что позволяет OUT OUT позволяет несколько вариантов выхода сделать B, C, D например мы можем из одной A нагенерировать несколько разных последовательностей я не знаю с точки зрения биологии как это сделать ну в том плане что фантазии сейчас не хватит слету придумать разные варианты но если например мы моделируем какой-то процесс кроссинговера то без проблем мы можем нагенерировать три разных варианта кроссинговера их вернуть то есть это перемешивание если у нас есть две две последовательности то есть предположим что у нас это более длинная она там TGC вот такая вот длинная и мы создали для нее комплементарную последовательность а потом местами перекрутили да вот то есть и сделали это несколькими разными способами и вернули вот сюда виден ДНК у меня очень чешутся руки дать вам такое домашнее задание но я понимаю что оно пока будет сложновато вот это будет задание со звездочкой кто хочет сделать задание с ДНК составление комплементарной последовательности а потом еще и кроссинговером вот ну а простое задание давайте вместе подумаем чтобы оно реально было не сильно сложное вот это написать программку маленькую ну в смысле процедуру которая будет искать в вашей последовательности считать сколько там у нас А аденинов сколько тиминов сколько гуанинов и сколько цитозинов то есть вам нужно написать процедурку для статистического анализа последовательности нуклеиновых кислот то есть процедура получает на входе строку типа шорчар произвольной любой длины и на выходе у нее четыре параметра назовем ее АКОЛ АН так скажем АН ЦН ГАТ ТН ЦН и ГН которые имеют тип интегра то есть на выходе у нас получается некоторая статистика сколько у нас чего вот это будет у нас процедура называться стат я сейчас сделаю просто заготовку вам так же пошлю как в прошлый раз эту заготовку и вот значит задача мы вызываем вот этот стат здесь мы создаем задаем просто одну переменную задаем вот здесь значит АН ТН ЦН ГН интегра передаем как мы выяснили уже что у нас мы передаем сюда нашу последовательность АДНК и вот эти переменные и он должен взять подсчитать и в них записать и мы потом хотим что вывести мы хотим вывести саму строку и вот эту статистику некоторую то есть мы записываем инт АТ вот вывести все вот эти четыре переменные АТ АН ТН ЦН ИГН вот но сейчас если я ее запущу у меня будет все по нулям потому что пустышка да пока что здесь вот задача здесь заполнить кодом посчитать и записать результаты сюда вот на этом видео я хочу завершить основной материал давайте если есть вопросы что-то непонятно как например делать это задание или вы немного не поняли что-то с вернее вы знаете что я должен рассказать чтобы вы лучше поняли про указатели или что-то есть про передачу аргументов я еще прокомментирую годится такое задание в принципе чувствуете что справитесь с подсчетом зная циклы и операции сравнения да мы справимся но мы все равно ну по крайней мере я все равно приду к вам и задам много вопросов по ходу работы ну прекрасно если значит вы смотрите это видео задавайте вопросы в комментариях на ютюбе я постараюсь так же где непонятно что по ходу комментариев отвечать спасибо спасибо за участие и на этом мы заканчиваем наш третий урок мы разобрали сегодня как создавать указатели указатели это такая полезная штука которая позволяет нам делать данные переменной массивы переменной длины и они еще много чего замечательного позволяют делать но мы это разберем в следующих уроках указатель это адрес того места где хранятся наши данные вот и это позволяет нам иногда передать процедуру просто адрес и не копировать все эти данные в большом количестве да то есть и вообще делать дальше сложные такие цепочки из адресов да различных то есть это очень полезный полезный навык мы на следующих уроках когда будем разбирать составные типы данных и вообще структуры да которые можно составлять через указатели вы увидите насколько это классная штука вот а сегодня мы пожалуй только разобрали что они позволяют делать нам переменной во первых они позволяют делать нам массивы переменной длины а во вторых они позволяют нам по указателю передавать данные процедуры ну и сегодня мы немножко разобрались с типами аргументов вы узнали что если не указывать никакой ключ то компонентный паскал ну компилятор компонентного паскал заботливо скопирует наши данные чтобы процедура их не уничтожила да при работе если же мы сознательно хотим их модифицировать то мы укажем ключ variable вот если мы не укажем ключ variable и не укажем ключ in то обязательно произойдет копирование данных а это может привести к замедлению работы программы поэтому если мы хотим чтобы данные менялись сложные какие-то мы обязательно указываем variable если не хотим то in ну и мы разобрали такой ключ как out который позволяет нам одной процедуре вернуть множество аргументов потому что как мы разобрали функции она возвращает только одно число может вернуть правильно то есть мы через двоеточие например синус он возвращает только одно число значение синуса в данной точке а если мы хотим вернуть 4 числа как же нам тогда написать такую функцию мы напишем ее в виде процедуры с аргументами типа out да то есть которые возвращаются данной процедурой вот ну благодарю за внимание мы кратко я резюмировал чего мы сегодня научились надеюсь что задание у вас получится и вы подсчитаете статистику по нуклеиновым остаткам иван андреевич принципиально последовательность процедур в модуле давайте вот на этом примере как раз разберем дело в том что как я говорил на втором уроке если мы используем какой-то идентификатор то компилятор уже должен знать что это такое правильно если это не предопределенное слово например кап слоком слова все выделены они заранее предопределены А, например, стат процедуры, название процедуры, идентификатор названия процедуры, он, в принципе, компилятору неизвестен. Поэтому, если мы переместим процедуру после, то здесь он будет ругаться, скажет, как так, вы же не определили, что это такое, правильно? Поэтому вначале идут процедуры, которые потом используются после. Есть хитрый способ, который позволяет объявить процедуру перед тем, как ее использовать. Делается это следующим образом. Мы можем вот так вот взять и здесь шапочку поставить. И это как бы нас спасет. То есть мы вначале сказали, что мы такую процедуру будем использовать. И затем мы смогли ее использовать. А как она описана, смотрите дальше. Если вам вдруг для чего-то надо перетусовать процедуры таким образом, чтобы описание непосредственно, с чего процедура делает, было после того модуля, который ее вызывает, можно вот так вот ее анонсировать. То есть вы можете сказать, такая процедура дальше будет. Он такой, все, нет вопросов, я просто посмотрю ваше дальше описание и все. А так, в принципе, не критично. То есть важно просто, чтобы программа компилировалась. А чтобы она компилировалась, мы заранее объявили вот эту штуку. Ответил ли я на ваш вопрос? Да, ответили. Спасибо. Все понятно. Спасибо за вопрос большое. Ну, так, вопросы еще есть. Роман, Галина, Семен, что-нибудь еще вам рассказать? Такое вот интересное вроде как процедур там или еще? Или все остальное уже походу? Да, Галина, вас слышно? Тихо, тихо, но слышно. Ага, вот так давно будет лучше. Угу. Вот право. Краснеговер. Да. Ну да. То есть вы можете запрограммировать, например, чтобы у вас случайное число генерировалось от нуля до длины последовательности. И в этом месте вот этот кусочек копировался сюда, ну, предположим, что вот это у нас комплементарная последовательность. То вот этот кусочек копируется сюда, а этот сюда. Раз они как бы обменялись, да? То есть она же перекручивается, ДНК, и там щелк, происходит переключение. То есть и для этого нужно использовать генератор случайных чисел. Он у нас есть в процедуре OBX Random. Вот есть такая рандом примерчик. Вы можете на него щелкнуть, так вот, документация. Этот пример так. Ну, документация тут, конечно, шикарная. Вот. Вот исходный код. То есть он генерирует число от нуля до единицы случайное. А чтобы нам преобразовать действительное число в целое, нам останется только сделать вот так. То есть мы можем обратиться OBX Random. 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 Uniform. Это сгенерирует нам число от нуля до единицы. Мы можем помножить его на длину последовательности. LEN A. Правильно. Мы получим число от нуля до длины последовательности. А потом нам нужно округлить его до целых. Для этого есть процедура ENTIRE. ENTIRE. Она округляет. Либо MATH FLOR можно использовать. MATH FLOR. Вот так вот. Либо MATH FLOR. Она нам... Это как-то... Это недолго, поэтому я сейчас вот просто хочу вам показать, да, как это работает. LOG LEN. Вот так вот. И вот так раз сюда скопируем. Здесь вот нужно доллар поставить. Я думаю, что и другим ребятам тоже это интересно посмотреть. То есть как сгенерировать случайное число от нуля до длины последовательности? Нам нужно импортировать MATH, импортировать MATH RANDOM. И тут у нас лишняя скобка, по-моему. Нет, не лишняя скобка. Так. А, он говорит, что у нас несовместимое присваемое, потому что MATH FLOR возвращает у нас RIL. Потому что оно округляет и потом не укорачивает тип. Поэтому лучше использовать не MATH FLOR все-таки. Я хотел как проще. Вот. Лучше писать вот так. SHORT ENTIRE ENTIRE ENTIRE. И тогда ENTIRE он округляет, а SHORT укорачивает. Потому что ENTIRE возвращает тип длинное целое. Длинное целое. А как мы знаем, LOG не любит длинные целые. LOG IND. STD LOG IND. Ничего, он бы вывел. А просто LOG IND не любит. Вот. Что у нас получилось? 0, 0, 0. Что за 0, 0? Так. А почему у нас? А где, собственно, число-то? Так. Вот оно. 11, да, например. Потом в следующий раз вызываем. Смотрите. 19. Вот. И у нас каждый раз генерируется какое-то случайное число, которое... Вот эта вот конструкция вам поможет написать пример с кроссинговером. Вот. То есть вы можете случайно генерировать число от нуля до единицы. Умножаем его на длину последовательности. А затем мы его округляем. Ну и укорачиваем short. То есть из longing делаем integer. Галина, достаточно ли все объяснил? Да, я вам. Все. Это непонятно. Спасибо. Ладно. Ну вот хоть какие-то вопросы появились. Ладно. Значит, Роман, если вопросов нет, то давайте... То есть тогда, может быть, удастся вам завтра добраться. Разберем и с матрицами умножения. И тоже с этим делом, если у вас не получится, тоже приходите по возможности. И самостоятельная работа все-таки достаточно важна. Если вы смотрите наш видео на YouTube, то тоже попытайтесь сделать какое-то задание перед тем, как смотреть следующее видео. Вот. Чтобы у себя в голове получше уложить данный теоретический материал.